Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Навальнизм. У меня была программа о Навальном, и это было уже давно, уже 40 дней прошли. Я получил два письма на личную почту, что показывает, что вы действительно заинтересовались, резко критических. Может быть, самое важное, одно из них, письмо, пришло, к сожалению, от человека, который скрыл свою фамилию. Да и вообще, мне кажется, что когда пишут с критикой, то надо указывать и кто, и профессии, и возраст, и так далее. А тут человек просто говорит, что я вас давно-давно слушаю, но про Навального вы совершенно неправильно говорите. И дальше идет перечень. Вот Навальный все-таки был на «Радио Свобода», Навальный выступал на «Эхе Москвы» и так далее и тому подобное. Спорить не буду. Проблема в другом. Проблема в том, что я говорил о Навальном и о культе Навального, о навальнизме как явлении. А мне отвечают только о личных достоинствах Навального. А о навальнизме ни слова. Между тем, это значительно более важно, потому что Навального уже нету, а Навальнизм живет. Вдова Навального объявлена, ну, как Надежда Константиновна Крупская, просто преемница, как Тихановская. И это часть той военной пропаганды, которая сейчас ведется на Западе. Я не осуждаю эту военную пропаганду, это контрпропаганда. Россия ведет военную пропаганду, обличая пороки Запада, и Запад ведет военную пропаганду, обличая пороки России. Почему я называю это военной пропагандой? Потому что цель этой пропаганды – уничтожить врага. Уничтожить физически, ну, прежде всего физически. То есть ослабить, чтобы не было лекарств, еды, продовольствия, организации. А была пустыня, которую можно заселить нормальными людьми или обнести забором, чтобы там вот, ну, и была пустыня. И никто оттуда не угрожал. Навальнизм. Что такое навальнизм? А вот давайте я начну с конца, потому что я упомянул, что Навального рекламировали. Я ведь не следил за ним очень постоянно. Но в начале карьеры Навального рекламировали как человека, не знающего поражений. Вот диссиденты, правозащитники, они выпадали в тюрьму. Навальный не попадет. Навальный победит. Потом Навальный попал в тюрьму. А еще до этого Навальный участвовал в каких-то выборах и каждый раз терпел поражение. И было два аргумента. Один. Виноватые избиратели, которые не последовали призывам Навальнистов и не пришли. И второе. А это нечестные выборы. И вот тогда, ну, про виноватые избиратели, это я слышу еще с 90-х годов, когда, ну, все наши политики этим грешили. И яблоко, и прочие. Терпя поражение, они говорили, мы хорошие, мы все сделали. А вот избиратель, ак, не пришел на выборы. Сам виноват. Плохому политику избирателю мешает. Так вот. И тут первый, и, собственно, последний вопрос. А вы, сторонники Навального, вы знали, что выборы нечестные? Да, они знали, что выборы нечестные. Они знали, что эти выборы в принципе не дадут им быть честными? Да, они знали. Ведь началось это движение в 19-м году по результатам выборов 11-го года. Ну, началось в декабре 11-го. Но тогда еще Навальный не был лидером. Тогда еще шли лозунги, что мы не будем вождя. У нас демократический совет оппозиции. Ну, вылилось все в обычный культ личности, как был культ личности Ленина, Троцкого, Сталина и так далее. Да и Горбачева, Ельцина. Значит, было известно, что выборы фальшивые. Что никакие протоколы, никакие суды, никакие апелляции к европейскому сообществу, к ООН, во Всемирную Лигу сексуальных реформ не помогают. Потому что в конце концов, когда все апелляции пройдены, и вам присудили 60 тысяч евро за моральный ущерб, что вас обманули, приходят полицейские, тычут тебе дубинкой под ребро и говорят, ну, пошли в КПЗ-то, чего сидишь? Знали это? Знали. И? И ничего. И делали вид, что этого нету. Кого обманывали? Меня? Нет. Обманывали себя. И это, собственно, возвращает нас к другому базовому вопросу. Вот эти вот кричалки, начиная с декабря 2011 года. Нас много, мы лучшие, мы сильные. Потом в Беларуси были такие же кричалки. Мы победим. Эти люди знали, что Путин – жестокий, кровавый тиран, который начинал, ну, когда Ельцин посылал десант в Сербию, в Приштину, реализовывал Путин, но все-таки это было решение Ельцина. Ельцин был пьяницей, алкоголик, но он был абсолютно вменяемый. Как и многие алкоголики, к сожалению, всю жизнь пьют, но не спиваются есть. К сожалению, такое дело. Демонизировать алкоголизм не надо, и с ним люди живут. Но, во всяком случае, взрывы домов в 1999 году – это уж лично Владимир Владимирович, хотя, я думаю, он поставил Бориса Николаевича в известность, скорее всего. А, может быть, и не ставил, но Борис Николаевич и так догадался, и, скорее всего, ухмыльнулся довольно, что достойный преемник намечается. Они знали, что Путин способен убить, способен взорвать, способен солгать, фальсифицировать? Знали. Зачем тогда мне говорили, что если мы пойдем в суд, если мы выйдем на Болотную площадь, то мы преодолеем? Я не знаю. Я им говорил, я им отвечал, я выйду. Я выходил несколько раз. Но это не поможет. И это не помогло. Просто стали жестче разгонять. И я говорил, вы рассчитали, как в Евангелии будут смеяться над человеком, который решил построить дом, но не посчитал, сколько у него денег. Вы рассчитали, у вас был политический анализ, социальный анализ, экономический анализ. Не было. Только мы вот. Идея была еще там другая, что Навальный хорош, потому что он не интеллигент собачий, а он из подворотня военного городка, как Путин, он мальчик из подворотня. Он близок к тем, кого в России большинство. И он вот как вирус ввинтится. Я свой. Я за войну. Я за ВПК. Я за империю. Ну, как и Чубайс был за либеральную империю, но Чубайс был интеллигент. Ну, и есть, но уже как бы за пределами нашей жизни. Вот, наконец, у нас появился лидер, который говорит вот с этим быдлом, с полковниками, генералами на их языке. Он сможет поэтому. А он не смог. Оказывается, мало говорить с быдлом, управляющей элитой на ее языке. Надо еще кое-что. А этого Навального не было и не предвиделось. Видимо, было упование на какую-то интригу, что у Путина есть враги. Как и в первые два года, вот, на последней войне, ну, практически каждый день Арестович, Андрей Борисович Зубов, Невзоров говорили, вот в четверг Путина уже не будет. Уже не будет. Все, там в Кремле созрел заглот. И где эти говорильники, повторяю, то же самое, им наплевать. Они не для нас говорят, они говорят для тех, кто дает им деньги. Им часто это вполне частные лица, которым хочется слушать, что все будет прекрасно. Нет, не будет, друзья мои. Когда я так говорю, я отсекаю от себя жертвователей. Но такова печальная правда. Само по себе не будет. Заговоры ведут только к ухудшению режима. Почитайте историю России 18-19 веков. Император Павел I. Сын мужа убийцы. И, наверное, самый страшный грех Павла I. Он отец отца убийцы. Александр I. Убил своего отца. Ну, не своими руками, но организовал убийство. И что из этого вышло для России, а ничего хорошего. И для Европы тоже. Наполеон, конечно, не бог весть что, но Александр I точно не лучше. Так что упование на интригу, упование на то, что нас много, когда нас мало, это поразительный самообман. И здесь есть один важный момент, почему об этом стоит говорить. Дело в том, что это не специфический российский феномен. Вообще Россия страна маленькая. Напоминаю, что на Атласах Россия, как и США, впрочем, очень большая в силу искажения присущего той проекции, которая используется на привычных для нас картах. Чем ближе к Северному полюсу, тем больше деформация. Поэтому Канада кажется огромной. Раз в два больше, чем она есть на самом деле. Ну, по населению, величина страны определяется населением. Россия в два раза меньше какой-то Нигерии. Ну, не какой-то, в Нигерии нефть, в Нигерии 200 со многим миллионов человек. Это огромнейшая, интереснейшая, многонациональная по-настоящему страна. Она еще себя покажет. Так вот, начиная с 2000-х годов, прежде всего в Америке пошло протестное движение, которое известно как «Оккупай Уолл-Стрит». Разбили палатки на Уолл-Стрит и требовали много чего. Были основания полагать, что это движение способно победить? Нет. Нет. Это было движение меньшинства. Это было движение с очень мелкими потребительскими лозунгами. Это было движение, не охватившее даже хотя бы пропагандой своих взглядов средства массовой информации и не массовой тоже. Это был хиппиш. Отслуги хиппи, наверное, не знаю. Но это был хиппиш. Это было пустозвонство. И оно кончилось. «Арабская весна». Названия очень условны, потому что объединять Египет, Сирию, Ливию и так далее, вот «Арабский мир» – это все равно, что объявлять Сербию, Болгарию и Россию славянским миром или православным миром. Мы не единым миром. Но наиболее трагична, конечно, Сирия, где в результате протестного движения страна, просто там гражданская война, а там русские войска, американские войска, и очень активно турецкие, более всего активно турецкие войска, которые борются с курдами, нации, разделенные между четырьмя государствами. Курдов всех объявили царрористами, с ними борются. Отлично. Трагедия Ливии, где, да, свергли Каддафи. И что в результате? И трагедия Египта, где в результате протестного движения пришел новый военный диктатор, который борется с исламским фундаментализмом, так называемым. И Запад ему в этом помогает, потому что Западу нужен предсказуемый диктатор. Но в результате я могу сказать, что будет. Исламский фанатизм будет только нарастать. Потому что мы этот механизм многократно видели в действии. Когда гнобят не поддерживают демократическое движение, которое способно к диалогу, способно к интеллектуальному, рациональному дискурсу, а не к скакалкам, не к безосновательным надеждам. А вот нас посчитают честно. А вот мы добьемся пересмотра. Почему вы рассчитываете, что вы добьетесь пересмотра? Мы добьемся. Почему? Мы добьемся. Почему? Вас, конечно, в лоханке вскородней страсти не объясняют. Они не могут объяснить. Им станет стыдно. Они увидят, как нас много. А почему вы думаете, что вас много? Нас много. Просто фальсифицируют. Но если фальсифицируют, то не увидят, что вас много. А на самом деле вас мало. И вы-то не демократы. Навальнисты не демократы. Почитайте программу Навального. Ну, это не их вина. Даже Явлинские яблоко и то партии, которые очень мало понимают в демократии. Очень мало. Где слово «безопасность» в программе «каждый десятый», в программе демократического движения не должно быть слова «безопасность». Оно там еще с 90-х годов. Тоже, как Навальнисты, мимикрировали под большинством и вашим, и тоже за безопасность. Ну, и в результате, как сказать, полковник читает, зачем мне такие оппозиционеры, которые ничем не отличаются от меня. Человеку нужна другая идея, радикальная. Тогда он будет задумываться. А вместо одного фельдфебеля, фельдфебеля чуть-чуть полиберальный – это не выбор. И во всех этих движениях не было расчета. Арабская весна особенно трагична, потому что там диктатурам помог Запад. Запад боролся с демократическими движениями в арабском мире и сейчас борется. Это еще с 50-х годов. Для лучшего контроля. Америка с Западной Европой еле-еле договаривается. А в лице Трампа даже и не договаривается. Потому что демократия – это зыбко, это неопределенно. Это 400 миллионов европейцев голосуют. Ой, давайте лучше вот один принц саудовский, и мы с ним будем договариваться. Подарим ему саблю, адолиску, адуванчик. Так и в отношении России. Страна с демократией – это опасно. Сегодня я встретил упоминание, там, Гребенщиков, кажется, встретился с Михником. Я бы отказался сейчас встречаться с Михником. Я один раз его видел. Был случайно в Варшаве на юбилей газеты выборщика. Замечательный человек. Но этот замечательный человек написал в году 2002, что Путин хорош для России, потому что России нужен крепкий лидер. Опаньки. Вот так вот. И это Михник. Стадоба. То есть вот полякам не нужен крепкий лидер. Поляки – зрелые, демократичные. А России нужно. Выдло. Дикари – варвары. Им нужна железная рука. Вот и получили. Плюс ракеты, пролетающие по 30 секунд, надо больше. Вот и получили, господа. Не рой другому яму. За Западную Европу, включая Польшу, я способен. Спокоен. За Украину. Ну, теперь тоже спокоен. Запад ее не отдаст. Сможет ли Запад отвоевать потерянную часть Украины? Не знаю. Думаю, что... Уверен, что не надо, потому что погибнет слишком много людей. А за что? России не угроза для Запада. Ресурса не хватит. Сейчас пугают, что Путин двинется на Киев, и Украине не хватает сил. Зеленский, вот как заговорил. Ну, вот, знаете, я не люблю прогнозов, я историк. Но я бы поставил, ну сколько, 2 доллара на то, что Путин не будет наступать. Он сделает то, что и хотел. Зафиксирует. Как зафиксировал приобретение в Грузии. Он же не движется на Тбилиси. Хотя там бы значительно быстрее бы все победил. Ну, а зачем ему это? Чуть-чуть разрядка. Евреи вызывает в БХСС, отдел по борьбе с коррупцией в 70-е годы. И говорят, Абрам Исаакович, правда ли, что вы купили Волгу? Абрам Исаакович, бог с вами. Да вы что? Конечно, нет. Ну, идите, идите. Абрам Исаакович приходит домой, и жена спрашивает, что? Ну, странные люди, они спрашивают меня, купил ли я Волгу? Нет, я, наверное, мог бы купить Волгу, но зачем мне все эти пристани, пароходы, водохранилища, мосты? Это какая головная боль? Я вас уверяю, Путин, примерно, так же соображает. Ему много чего надо, но головной боли ему ни к чему. Вот ему важно вот как-то семейство, чтобы не было среднеазиатских вариантов, когда лидер умирает из семьи не очень хорошо. Ему нужно как Ельцин, Ельцинская семья, Владимир Владимирович верен своему слову, Ельцинская семья живет отлично, и он хочет, чтобы так же было и с его семьей. Для этого надо систему подрихтовывать все время. Навальнизм, и вот Навальнизм, культ личности, вот его главная кричительная черта. И смотрите, вот Навальный умер. Мне говорят, я говорю, партией Навального была фикцией. Деньги земена в основном. Мне говорят, нет, у него было много пожертвований. Отлично. Дайте мне отчеты. Дайте. Дайте, дайте. Не дают. Их нету. Я охотно верю, что в последние четыре года Навальному жертвовали много. И многие. Но жертвовать одно. Но партия-то была фикцией. Послушайте, ну я ходил мимо офиса Навального, который вот, где памятник Крупской, пересечения с Рождественским бульваром. Там когда-то было кафе, а потом появился офис предызбирательный. Он все время был закрыт. И было видно, что это безжизненно. Было видно, что это функционеры провинциальной. Молодежь подрабатывает таким образом. Сейчас некоторых посадили. Бедолаги. Они зарабатывать шли, они за идею. А какая там идея-то? Никакой. Посмотрите на Волкова. Какая у него идея? Никакой. Он и сейчас не способен что-то идейное сказать. Кроме того, что свергнуть Путина. Но это не идея. Это военная пропаганда. Довольно глупая. Потому что не Путин первопричина того, что происходит в России. Огромная военизированная страна. С многовековой историей. Да еще плюс тоталитаризм. Которому, извините меня, 107 лет. Это не кот чихнул. И пока это не признают и не научитесь вы с этим как-то работать, то будет плохо. И вот нет Навального. И где партия Навального? Где эти люди? Ну, допустим, у него было 30 тысяч человек. Где они? Их нету. Они элегрировали, может быть. Но и на Западе они не очень свидетельствуют. Есть два десятка навальнистов, которые выступают по голосу Америки, по свободе и так далее. Ну, даже не два десятка, полтора. А партии как не было, так и нет. То есть движения-то нет, сообщества-то нет. И я скажу. Это был... Я часто выходил, когда призывали, давайте поддержим. Я выходил, я видел, кто на улице. Я видел митинг 11-го года. Я же тоже там был. Там все были зрители. Это напоминало... Была комедия американская, тур по Европе, где в путеводителе написано, что там-то, там-то пляж нудистов. И вот пляж нудистов, и ходят тысячи голых мужиков, 50 лет, ищут хоть одну голую девушку. А голых девушек нету. Я хорошо помню. И хожу по Тверской с женой ходим. Вот, смотрим. Все такие же, как и мы. Хотят увидеть хоть одного настоящего Навальниста. А Навальнистов нет. Есть любознательные, которые хотели бы, чтобы были Навальнисты. А Навальнистов нету. И сейчас их нету. Кто социальные базы Навального? Это новые функционеры. Тоталитаризм создает систему выживания, которая разбита на кланы. Это даже и при любом деспотизме так. Чтобы выжить в деспотизме, надо скучковаться. Это мафиозные структуры. Они друг с другом воюют. Основные кланы – ГБшники, красные директора-хозяйственники, МИДовцы, контрразведка, идеология. Была марксистская идеология, стала как бы православная. Но внутри этих кланов огромное количество подкланов, субкланов. И в каждом клане люди тоже грызут друг другу глотки. Тоталитаризм разворывает человеческие связи. Позитивные, во всяком случае. Социальная опора Навального – это тот небольшой клан Непманов, владельцы мелкого бизнеса, владельцы среднего бизнеса. Крупный нет, крупный не пойдет. Ну, кроме Зимина. Ну, Зимин уже ушел на покой к тому времени, мог себе позволить. То есть люди с зарплатой 3-4 тысячи долларов. В 10 раз больше, чем у нормального жителя России. Им бы хотелось, чтобы появился такой вот мужик, который бы сократил коррупцию, закончил бы преобладание клана ГБшников, православистов и военных. Чтобы была нормальная западная страна. Ну, конечно, упаси бог, без демократии. Не то, чтобы они не любили демократию, но они не знают, что такое не интересуется. Им важно делать деньги. В Америке тоже средне такому классу наплевать на демократию. Сейчас вот в трампизме это очень ярко проявилось. Вот он, вот он навальнизм. Значит, лозунги необеспеченные. Низы, которые шли на это движение. А на чем нас ловили? Надо показать, что мы есть. А почему надо показывать, что мы есть? Что мы этим добьемся? Это рассуждение офисного планктона. Офисный планктон – это клерки, которые получают зарплату от начальника. Значит, давайте вот мы потребуем у начальника. Покажи ему, что нас много. Как бы забастовка такая офиса. Но это же не офис, извините меня. Это политика, это общество. И когда все эти выходы на площадь оборачивались провалом, что нам говорили? Это система виновата. Или вас мало вышло. Вы заранее понимали, что нас мало? Да. Они понимали. Того обманули, себя обманули. Они что-то потеряли. Сели единицы. В основном эмигрировали, либо затихли. А мы потеряли много. Много. Потому что те силы, которые шли на вот эту демагогию, на эти пустые надежды, можно было бы направить на настоящую политическую активность. Я не говорю «надо бы». Потому что я убежден, что настоящая политическая активность не помогла бы победить тоталитаризм с атомной бомбой. Это надо понимать. Но все-таки иначе надо было вести так пропаганду, агитацию. И вот этот культ личности Навального глубоко отталкивал и отталкивает народ. Но теперь, когда он мертв, вообще приобрело какой-то зомбический характер. То есть уже и личности нет, а культ остался. Ну, есть вот сталинист, а есть навальнист. Ну, у каждого свой идол и кумир. Но к реальной жизни это отношение не имеет. И главное, система Навального, стиль Навального, он все-таки был абсолютно закрыт для диалогов. Мы говорили, вот Навальный сотрудничал с Немцовым. Никогда. Никогда навальнисты не сотрудничали ни с кем. Это было как вот свиньяк у крестоносцев немецких. Вот напор лидера и вперед. Никогда украсть у Немцова и надежды на доклад о коррупции Навальный смог. И выдал его за свой. Но это было воровство. И вот эта вот моральная непризгливость, нечистоплотность. А сколько лет Навальный не обличал Путина? Обличал коррупционеров. Пожалуй, даже год до 18-го. Но он же изменился, говорят мне. А я отвечаю, мне не нужен политик, который изменился. Давайте поищем помоложе, который изначально демократ. А не так, чтобы вот он антисемит, а потом изменился. Давайте поищем, который не антисемит, тупо. Ну, может быть, евреи для начала. Нет, за такого не проголосуют. Это не мои проблемы. И откуда вы знаете, что не проголосуют? В Украине выбрали еврея и ничего. Так может, и в России, в конце концов, пора нормально выступать, а не подстраиваться под полковника и лейтенанта Эйфельдфебеля. Не надо лгать. Это развращает вашу душу, и это не вознаграждается. И прежде всего научиться, а, вести диалог, потому что когда мне пишутся письма с обличениями, это не диалог, это обличение. И, б, рассчитывать, аргументировать. Почему вдруг удастся на фальшивых выборах победить? Почему? Нет ответа. В миниатюре это все значительно более ярко в белорусском окупай, который был, вы помните, тоже, но только это был пузырь намного более краткосрочный и лопнул очень быстро. И тоже все уехали в соседнюю Литву и в Польшу. И что осталось? Остались обвинения меня, что я тупо пишу белорус и белоруссия. Но я живу рядом с белорусским вокзалом. Но главное, я русский по языку. В русском языке соединительное гласное О или Е. Я могу писать белоруссия. Но белоруссия – это белорусское слово. Я не пишу Ингланд, я пишу Англия. И если белорусские демократы не могут выдержать, что я пишу Белоруссии по-русски, то они не демократы. Значит, они не способны говорить со мной на моем языке. Я должен из уважения к ним постимперский синдром преодолевать. Я не должен. Я не империалист, в отличие от Путина. Четверть века жили под Лукашенко. Наслаждались. Не протестовали. Вы создали этот режим. И к Навальному это тоже относится. Навальные и Навальнисты – одни из тех, кто получал выгоду от путинской деткатуры. А я – нет. Они были придворные. А потом в какой-то момент поссорились. А я не был придворный. Борис Гребенщиков выступал перед Путиным и прочими. Я перед этими не выступал. Моя позиция сильнее, друзья мои. И вам того же желаю. Я сегодня писал. На сайте есть. Сейчас я проверю. Не забыл ли я чего. Потому что вроде бы я сказал все, что я хотел. Ладно. Итак, полчаса. Счастливо. У меня на сайте именной указатель, сайт кротов.инфо. И там буква «Н» Навальный и довольно много материалов по Навальному. И по Навальнизму. Вы спросите, какое отношение это имеет к вере, к Богу? Вера отдельно, политика отдельно. Нет. Нет. Это вранье. Вера. Вера – это жизнь Бога. Это жизнь без вранья. Это жизнь по правде. Поэтому, конечно, все надо с умом, но врать не надо. В Навальнизме было и есть очень много лжи. Самообмана в том числе. И главное – нет ответа на главный вопрос. На чем основаны ваши расчеты? У вас нет расчета. Вы нерациональны. Вы веруете. Но вера должна быть в то, что есть. А вы веруете в то, чего нет. Возможность вдруг. А я не верую в то, что можно вдруг поведение зло. Это вопрос трудовой этики. Политика – это труд, это работа. Это работа по созданию межчеловеческих связей. Работа по говорению правды. Работа по расчетам. Часто работа по конспирации. На меня не смотрите. Видите, я уже все. Я, как это сказать-то, без дичагового. В общем, я на все забил. И уже там, ну, я надеюсь, что я вам буду получен. Лег через 30, в расцвете сил. Но, в принципе, я уже не шифруюсь. Да и бесполезно. Вот. Но вы шифруйтесь. Потому что в России, в тоталитарной стране, политика быть не может. И поэтому диссидентствовать вы ничего не добьетесь. И очень многое потеряете. Вы спросите, а как же свобода? Я скажу, а как же Господь Иисус Христос? Чего же он не создавал легиона против оккупантов римских проклятых? Почему он не был Барковбой? Потому что прочна та свобода, которая не на острие меча, а которая в сердце. И вся проблема диссидента была в том, что в сердце было свободно-то маловато. А вина на столе многовато. Ну, понятно, потому что тоска. Все, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok